Мы неоднократно на различных уровнях и площадках обращали внимание мирового сообщества на то, что санкции, незаконно введенные западными странами против Беларуси, в том числе против ее колейной отрасли, несут крайне негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности. При этом мы ответственно заявляем, что пресловутые изъятия из санкций, о которых часто публично заявляют, в том числе и сегодня в этом зале, являются фикцией и не работают. Санкции полностью блокируют поставки белорусских удобрений и продовольствия. Калий имеет решающее значение для получения максимального урожая сельскохозяйственных культур. Удобрения – это будущий урожай. Половина потребляемого населением планеты объема продовольствия производится благодаря удобрениям. Удаление удобрений с поля означает падение урожайности как минимум на 50%. Каждый второй человек в мире зависит от сельскохозяйственной продукции, при производстве которой используются удобрения. Беларусь является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. До незаконного прекращения транзита белорусского калия через порты Балтийского моря, что, кстати говоря, является прямым нарушением прав страны, не имеющей выхода к морю, доля Беларуси в мировой торговле калийными удобрениями составляла около 20%. Вы просто вдумайтесь, каждая пятая тонна калийных удобрений в мире была белорусской. Незаконные односторонние действия Литвы и других западных стран по блокированию поставок белорусских удобрений уже поставили под угрозу продовольственную безопасность не просто отдельных стран, а целых регионов и континентов. Доля нашей страны на рынках калийных удобрений Африки сократилась в прошлом году, в 2022 году, с 42% до 3%. По нашим оценкам, на основе данных ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%. В текущем году, в 2023 году, поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы. При этом необходимо учитывать, что многие страны континента снабжались исключительно белорусскими удобрениями, а ряд других стран свою потребность в удобрениях на 50% закрывали за счет поставок белорусского калия. Доклады и исследования таких авторитетных международных организаций и агентств, как ООН, ФАО, ВТО, Всемирный банк, Международная ассоциация производителей удобрений, подтверждают выводы Беларуси о том, что текущая нехватка калийных удобрений на мировых рынках будет существенно снижать урожайность и вызовет, неизбежно вызовет резкий рост цен на продовольствие. Уже сейчас многие фермеры вынуждены сокращать производство, поскольку необходимые удобрения становятся дороже зерна, которые они выращивают и продают. Незаконные санкции – это орудия войны. Они введены против Республики Беларусь в одностороннем порядке, в нарушение всех норм международного права, без решений Совета безопасности, под надуманными предлогами. Авторы санкций и те, кто их реализует, нарушают самое главное право человека – право на жизнь, обрекая миллионы людей на голод и смерть. Западные государства должны отказаться от применения незаконных односторонних санкций в качестве своего излюбленного инструмента войны. Это и станет их реальным вкладом в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Благодарю вас.